Завершен первый этап формирования бюджета Свердловской области на 2025 год. Проведены согласительные процедуры с муниципальными образованиями в приоритете завершения реализации ранее начатых объектов и развития социально значимых проектов. Губернатор Евгений Куйвышев ставит задачу последовательно повышать качество жизни уральцев. Цель согласительных процедур – определить, что необходимо для жителей каждого муниципального образования и постараться дополнительно финансово поддержать наши территории из областного бюджета. Уже определено, что объем финансовой помощи муниципалитетам из областной казны в 2025 году будет не меньшим, чем в текущем. Запланированы средства на ремонт и строительство в муниципалитетах – дорог, тротуаров, мостов. Продолжится переселение жителей из аварийного жилья. Предусмотрена модернизация коммунальной инфраструктуры и благоустройства. Как отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков, благодаря экономике Среднего Урала Свердловская область – финансово устойчивый регион. Положительные макроэкономические показатели дают основания полагать, что утвержденные бюджетные назначения по доходам областного и муниципальных бюджетов в текущем году будут исполнены в полном объеме и не уменьшатся в 2025-2027 годах. Но нам также важно всегда помнить, что богатство не в обладании сокровищами, а в умении ими пользоваться. Глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев 18 сентября выступил с бюджетным посланием на 2025 год и плановый 2006-2027 годы. В планах на следующий год рост городского бюджета почти на 1 миллиард рублей по сравнению с текущим годом до 7 миллиардов рублей. Это возможно за счет увеличения расходных полномочий на ряд жизненно важных статей. Среди них – ремонт автомобильных дорог, транспортное обслуживание, ремонт инженерных сетей. Также городской администрации сформирована заявка на привлечение в местный бюджет 600 миллионов рублей по соглашению между правительством Свердловской области и Государственной госкорпорацией Росатом. Средства планируется направить в том числе и на начало работ по строительству центрального стадиона.